Мы встречались с вами в конце октября прошлого года, прошло всего полгода, а все ведь поменялось. Мир стал другим, многополярным. Наша страна так уж исторически, на всех переломных моментах мировой истории, наша страна активно участвует в этом. Конфликт на Украине был триггером, на самом деле это мировые большие процессы идут. Но наша задача не об этом, а наша задача поговорить о том, что произошло за последние полгода в области кардиологической науки и практики. Тематика вот здесь представлена перед вами. Основная проблема для кардиолога была, если будет коронарная болезнь, как острая, так и хроническая. Поэтому много будем говорить о ней. Будем говорить о самой частой и нарастающей частоте фибрилляции предсердий. И, конечно, о сердечной недостаточности. Это трудные пациенты. И будем говорить еще в связи с тем, что вышли новые рекомендации американские, довольно интересные. И какие-то основные позиции по ним мы с вами тоже проговорим. Что касается моей работы, то я еще с ординатуры занимаюсь индивидуальной медициной. Постепенно работаю в этом направлении. В том числе сотрудничаю с крупнейшим российским издательством ГАТАР Медиа. Ну и в этом году у нас опубликованы в контексте вот этого индивидуального подхода две книжки. Это «Психосоматика». Девятое издание уже вышло в этом году. И двенадцатое издание мы подготовили по лечению болезни в условиях коморбидности. И сейчас завершается работа над четвертым изданием «Шкалы и прогнозирование». Ну вот, большинство кардиологов России, многие в мире используют «Кардиоэксперт». Там много разных шкал прогностических. Ну и вот самые новые позиции, обновления, плюсы, минусы шкал. Все это обсуждается с точки зрения новых современных исследований. Этот слайд обязательный. Конфликт интересов. Поскольку у нас есть поддержка надежная, тем не менее, это влияет, несомненно, на объективность изложения. Лектора, исследований. Это влияет еще и на клинические рекомендации. Вот эти исследования, которые проводятся в мире, они показывают, что объективность клинических рекомендаций тоже снижается. Потому что те, кто пишут рекомендации, связаны с фармбизнесом, с производством устройств разных, электронных и так далее. И, конечно, в ряде стран существуют определенные ограничения. Ну, например, в Америке председатель, заместители не должны иметь конфликта интересов. И не должно иметь конфликта интереса более половины участников написания рекомендаций. Ну, вы знаете, что в России, конечно, совсем не так. Ну, это реалии. Реалии, нам надо это знать и понимать. Поэтому с определенной осторожностью воспринимаете информацию, которая, на ваш взгляд, кажется недостаточно объективной. Что касается смертности. Последние данные в 2019 году по Европе. Здесь вы видите, что даже в развитой Европе, там, где вроде бы и профилактика, и лечение коронарной болезни значительно на более высоком уровне находятся. Тем не менее, основная причина смерти – это сердечно-сосудистые заболевания. И в первую очередь, это коронарная болезнь. О ней мы, собственно, сегодня и поговорим о тех новых изменениях, которые произошли. Нина Петровна уже рассказывала, если в общих словах, смертность заболеваемой значительно выросла по всем сердечно-сосудистым заболеваниям. Понятно, почему. Поскольку все ресурсы, все усилия были брошены на инфекцию, и, собственно говоря, на сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты миокарда, ни ресурсов, ни сил, ни организационных возможностей было недостаточно. Соответственно, мы видим большую смертность. И в обозримом будущем это будет еще сохраняться, потому что и профилактики ведь должной не было в это время. Можно сказать, почти отсутствовало. Ну, я имею в виду контролируемо, с участием поликлинических врачей и так далее. Хроническая коронарная болезнь. Вот здесь представлен слайд по стабильным болям у мужчин и женщин. Что показывает современное исследование? Они показывают, что у женщин, ну, традиционно, больше частота атипичных вариантов. То есть классическая стенокардия намного реже. Но самое интересное, что даже там, где мы видим классическую стенокардию, ну, пошла, поднялась на второй этаж, сдавила в груди, остановилась, с нитроглицерином сняли. Посмотрите, какая частота коронарной болезни. То есть объективно при коронарографии треть всего. При типичной стенокардии только треть – абструктивная коронарная болезнь. То есть бляшка выше 50% получается. Что скрывается за этой цифрой? С одной стороны, гипердиагностика ишемической болезни, коронарной болезни сердца. Потому что у нас многие учреждения, многие врачи, если женщина пожалуется в 50 лет на одышку на подъеме на второй этаж, уже спокойно ставят ишемическую болезнь сердца. С одной стороны. А с другой стороны, повышенная частота неабструктивной коронарной болезни. То есть стенокардия там, где нет большой обструкции. То есть она связана с вазоспазмом, с другими какими-то факторами, но не с обструкцией коронарной болезни. Можно ли клинически предположить, что у нас тяжелая коронарная болезнь, например, обструкция ствола коронарной артерии, левая, да, главная? Даже если мы возьмем рефракторные боли, там, выраженную депрессию сегмента СТ, к сожалению, клинически невозможно поставить даже такой тяжелый диагноз. То есть есть существенное различие между клиническими проявлениями и объективно коронарными стенозами. Ну, это мы прекрасно знаем и видим порой, что тяжелейший стеноз симптомов нет, симптомы достаточно приличные выраженные, а коронарной болезни выраженные нет. То есть поэтому не случайно же эти заболевания названы хронические коронарные синдромы, потому что это большой спектр разных вариантов, связанных в большей или меньшей степени с коронарным атеросклерозом. В этих случаях сложных, когда, допустим, неясно, вот эта боль, она коронарная или некоронарная, нам может помочь еще оценка коронарного кальция. То есть можно сделать обычную кальцию, если там у нас кальций, это существенный признак, повышающий вероятность коронарной природы заболевания. Но посмотрите вот эти данные, они говорят о том, что у молодых это не работает. То есть у пациентов до 50 лет кальциноз при наличии выраженных бляшек встречается не так уж и часто. Поэтому отсутствие кальциноза у относительно молодых пациентов не исключает выраженного коронарного атеросклероза. Просто там бляшки еще не кальцифицированы. Этот инструмент, который является важным подспорьем в диагностике, в данной категории больных работает не очень эффективно. Конечно, сейчас широко мы используем неинвазивный подход, это компьютерно-томографическая ангиография. Ну, в Иркутске, по крайней мере, у нас широко используются возможности диагностического центра. Там 640 срезов, довольно с высокой детализацией можно рассмотреть коронарные артерии. Сравнительные исследования показывают, что для оценки тяжести прогноза компьютерно-томографическая ангиография вполне достаточно. То есть она не уступает в этом плане инвазивной коронарной ангиографии. То есть там, где нам нет необходимости стентировать пациента, нет необходимости проводить ревоскулиризацию с помощью шунтирования, там вполне достаточно использовать КТ-ангиографию. И мы широко этим пользуемся в диагностическом плане. Проблемой остается и в мире, потому что это данные в основном все-таки полученные в развитых странах Европы, в Соединенных Штатах Америки. И у них, смотрите, не все гладко. Речь идет о пациентах с сердечно-недостаточными, в том числе о пациентах со сниженной сократимостью. И вот когда мы встречаем таких пациентов, выясняется, что, посмотрите, коронарная ангиография делается только в третьих случаях. Это в развитых странах. А у нас? Очень часто мы видим, что коронарная ангиография, которая должна быть практически обязательно, потому что там может скрываться выраженная. И самое интересное, что мы там можем же помочь пациенту за счет ревоскулиризации. Если у нас ДКМП, мы ничем не поможем. Мы просто наблюдаем и фармакологически пытаемся увеличить продолжительность до периода, когда она станет уже терминальной, когда уже пойдет речь о трансплантации сердца. А здесь-то мы можем кардинально изменить ситуацию. Поэтому, конечно, в этих случаях при не очень понятной сердечной недостаточке нужно обязательно направлять пациентов на коронарную ангиографию и выяснять, нет ли там симптомной или бессимптомной коронарной болезни. Лечение. Здесь вы видите сравнение ревоскулиризации против медик. Мы уже обсуждали неоднократно с вами, что со стабильных пациентов в целом, если брать всех, то есть по выживаемости, по риску инфаркта разницы нет. Направили вы на стентирование, не направили на стентирование. Жить они будут столько же, частота инфарктов будет примерно такая же. Это показаны разные рандомизированные исследования, и с кемией, и другие, например. Но если мы берем группу с более выраженными симптомами, с большой зоной ишемии, ну, например, при сцентографии много большой дефект, да, допустим, или на худой конец мы делаем обычную стресс-тест с ЭКГ, там выраженная депрессия во многих отведениях. Хотя бы даже поэтому можно оценить. То чем выше риск, тем выше эффективность ревоскулиризации. То есть тяжелых пациентов с выраженной симптоматикой нужно обязательно направлять, потому что такого разительного улучшения качества жизни, как дает ревоскулиризация, мы медикаментами обычно не достигаем. Есть, конечно, такие пациенты, очень чувствительные к препаратам, но их не так много. А вот если берем стариков, в данном случае 80 лет и выше, то там уже эффективность ревоскулиризации невысока. Стоит ли их трогать, стоит ли направлять на ревоскулиризацию, надо взвесить за и против, да. Поэтому, по крайней мере, вот по данным наблюдательных исследований большой разницы в медикаментозном или в хирургическом, инвазивном лечении найдено не было. Бессимптомные пациенты, то есть нашли у них коронарный стонос, надо ревоскулиризировать. Нет, выигрыша здесь не будет. Поэтому, конечно, в первую очередь, ревоскулиризация хронических пациентов – это все-таки выраженная симптоматика. Или уж очень высокий риск каких-то катастроф в силу других сопутствующих факторов риска и так далее. Если мы берем многососудистое поражение, то, особенно если выраженное поражение, то, конечно, приоритет отдается до сих пор, особенно у пациентов с повышенным риском, у пациентов с диабетом, сердечной недостаточностью, безусловно, коронарному шунтированию. Поэтому они направляются у нас в областную больницу, вот, к Владимиру Анатольевичу, да, и он там уже проводит коронарные шунки. В мире довольно широко используется оценка резерва коронарного кровотока. Речь идет о чем? Можно ведь иметь 90-процентную бляшку, а гемодинамика не страдать не будет. То есть кровоснабжение будет нормальным. Либо за счет разницы давления, либо за счет хороших коллатералей. То есть сам еще стеноз не говорит о том, что у нас выражено нарушение коронарного кровотока. И вот чтобы оценить это, используют оценку специальную. То есть берется катетер и меряется давление до и после стеноза. Если давление сильно падает после стеноза, значит, это гемодинамически значимая бляшка. И, конечно, если использовать вот этот подход, то эффективность стентирования практически сравнивается во многих ситуациях с шунтированием. Но в России это используется редко. Областная это не делает, да и многие центры у нас делают крайне редко. А в нынешней ситуации, я думаю, что с учетом высокой стоимости, трудоемкости этого подхода, ожидать, что у нас будут пациенты с оценкой резерва коронарного кровотока, вряд ли приходится. Двойная антиагрегантная терапия. Стенд поставили, мы должны два антиагреганта дать, потому что стоит инородное тело, которое имеет повышенный риск тромбообразования. И современные тенденции показывают, что вот этот период двойной антиагрегантной терапии можно спокойно сокращать. Мы не проигрываем по тромбозам, зато выигрываем по кровотечению. И здесь показаны рекомендации последние европейские по ревоскулиризации, они недавно были опубликованы. Что здесь мы видим? Если риск кровотечения высокий, мы можем двойную антиагрегантную терапию давать от одного до трех месяцев. Практически как при голометаллическом стенде. Там же один месяц мы можем в принципе давать. А если, допустим, риск кровотечения невысокий, то полгода. Все, и уходим. Оставляем один антиагрегант. Но когда сравнивать стали... Ну мы же, видите, во многом ориентируемся на рандомизированные исследования. А реальная практика – это не совсем рандомизированные исследования. И когда стали исследовать практические исходы двойной антиагрегантной терапии, то эффект двойной антиагрегантной терапии ниже, а кровотечение выше. Почему? Потому что в реальной практике пациенты тяжелее. То есть это говорит о чем? Что это больше оснований в практике сокращать, сокращать, сокращать двойную антиагрегантную терапию после стентирования хронических пациентов. Мы о них сейчас говорим. И серьезнейшая проблема, когда у нас диффузно поражены коронарные артерии. Там даже коронарное шунтирование мало улучшает. Это не очень перспективная группа пациентов. Конечно, в борьбе с коронарной болезнью и на ранних стадиях, и на развернутых стадиях нужно вести, о чем и Нина Петровна говорила, бескомпромиссную войну с факторами риска. Ну вот это вот, американцы, они, конечно, талантливые исследования, ученые замечательные, конечно. Вот это всем простых принципов. Мы все знаем, конечно, что это холестерин, это давление, это сахарный диабет, это движение, это овощи, фрукты и так далее. Но они все время выдумывают какие-то такие яркие для пациентов, чтобы пациенты поняли, запомнили, ну и фактически повысили вероятность реализации вот этих. И за счет этого можно значительно снизить вероятность развития коронарной болезни. Другое дело, как убедить пациента в этом. Ну и не надо сильно убеждать, если он хочет, он сам тебе придет и будет выполнять. Мы только советуем. А если он не хочет, ну хоть сто раз ему рассказывай, он все равно. Это его жизнь. Он так относится к своей жизни, он так относится к нашим советам. Ну и живи, как хочешь, живи, пожалуйста. Если ты мотивирован, если хочешь, тогда мы тебе поможем, расскажем, пожалуйста, живи. Но тратить время, усилия и ресурсы весьма ограниченные, особенно в практическом здравоохранении, я считаю, вообще нецелесообразно. А вот интересное исследование. Молодоженов взяли. И у них почему-то очень сходные факторы риска. Ну обычно же выбираешь спутника жизни по каким-то другим причинам. Но в том числе, видимо, так получилось, по крайней мере, у исследователей, да, что у них вот показатели давления, холестерина, там три глицеридов оказались близки. Они коррелировали. Ну то есть они как-то вот и по факторам риска подбираются. Что значительно облегчает борьбу с факторами риска. Если, конечно, обычно женщины инициат всех перестроек вот таких, борьбы за здоровье, тогда, конечно, справиться гораздо легче. Ну вот это простые вот эти число шагов, да. Самое удобное, конечно, это число шагов. Провели исследования, которые говорят о том, что прогноз начинает улучшаться, когда хотя бы, видите, здесь 5000 шагов прошли. Но смотрите, что дальше. Чем больше шагов, тем выше эффект. Особенно у пациентов старшего возраста. Вот синенький – это возраст после 60 лет. То есть они должны, чем больше они будут ходить, ну, допустим, 10 тысяч, да, там, 15 тысяч, чем больше шагов они пройдут, тем дольше они будут жить. И это очень важно, потому что сейчас вот эти мобильные устройства, они шаги считают-то запросто. Да часы их считают. Да вот эти браслеты их считают. Сейчас все считают. Вообще проблем нет. Это очень удобно, это понятно. Число шагов – все. Не километры, ничего. Число шагов – все. В последнее время большое внимание уделяется ультраобработанной. Это вот пиццы, да, вот эти Макдональдсы, не знаю, останутся, они у нас не останутся. Всякие кингбургеры – это все ультраобработанная пища. И вот чем больше она обработана, тем больше неблагоприятный эффект на сердечно-сосудистые, в том числе заболевания. Поэтому не случайно даже американцы говорили, ну, хорошо, что уйдет от вас в Россию, от нас-то она не уйдет никуда. Да, у вас население здоровее будет, если они действительно уйдут от нас. Потому что фактически это, конечно, нездоровая пища. То есть она ухудшает прогноз. Она удобная, конечно, она вкусная, она быстрая, но она с точки зрения прогноза и влияния на сердечно-сосудистые заболевания – это негативно однозначно. Не говорю про соли там сколько, да, бывает. Растительные, конечно, предпочтительные, поэтому если можно заменить там сливочные и так далее растительным, то, конечно, мы тоже выиграем в чем-то. Ну, диабет сейчас, конечно, это революция. Мы перешли одни из первых в кардиологии. Еще раньше даже эндокринологов мы начали активно использовать. Ингибиторы натрия глюкозного транспортера 2, дапоглифлозин, эмпоглифлозин. И гораздо реже антагонисты рецепторов глюконоподобного пептида. Почему реже? Потому что, во-первых, они не так эффективно порой влияют на сердечно-сосудистые риски, особенно по сердечной недостаточности. И, с другой стороны, они довольно дороги. То есть если сейчас, допустим, цена за ингибитор натрия глюкозного транспортера где-то 2,500-3,000, то антагонисты рецепторов – это намного дороже уже. Тем более, многие из них, большинство – это парентеральные. Это вот сейчас появился первый пароральный, но это дорого, это экономически не очень выгодно. Поэтому, конечно, почти все пациенты, которых я наблюдаю, у которых есть диабет или там сердечный, они все уже практически переведены на ингибиторы натрия глюкозного транспортера. Ну, небольшая часть, которая не может по каким-то причинам позволить себе, идет, конечно, на метформине, на старых средствах, безусловно. Но мы перевели уже давно их. Они получают у нас вот эти новые современные средства, которые еще и замедляют прогрессирование хронической болезни почек и включены, ну, как первоочередные в лечение диабетических, нефропатии и так далее. Но они предупреждают и не диабетические, да, нефропатии, как известно. Нагрузка. Почему важно еще оценивать холестерин и факторы риска у молодых? Потому что жить-то им долго, а если у них исходно уже высокий уровень, тогда появляется нагрузка так называемая. То есть больше лет с повышенным холестерином. Соответственно, прогноз развития заболевания у них хуже. И, соответственно, в этой группе пациентов нужно более активно начинать и рано начинать борьбу с факторами риска и, в частности, с гиперхолестериномией. Формулы расчета. Ну, у нас традиционно используется формула расчета Фридвальда. Но хочу обратить внимание, что если триглицериды повыше, то все уже, там она работает, неважно. Тогда уже нужно чаще использовать оценку холестерина не липопротеидов высокой плотности. Ну, тем более, что СКО-2, она же как раз на холестерине не липопротеидов высокой плотности. То есть это нам надо более активно внедрять в практику. Ну, там разница 0,8. Можно даже 0,8 добавить, и фактически вы получите примерно вот эту оценку холестерина не липопротеидов высокой плотности. Вот это беда наша. Ой, это печень, как я буду пить холестерин? Ну, вот я не знаю, откуда вот. Но это повально, это везде. Даже недавно пришел в лечебное учреждение и встретил пациентку. Она медработник, а у нее зуд на статины. Она мне жалуется, что делать, статины не могу переносить, ни розового статины, ни аторого статины, которые вы мне рекомендовали, потому что сильный зуб появляется. Я говорю, ну, есть как бы изитимиб. А тут же второй доктор, ну, не кардиолог, она говорит, а как статины? Они же так садят печень. Это медработники, врачи. Они даже в рекомендациях по циррозам рекомендованы как препараты, которые могут улучшить состояние цирроза печени, понимаете? А народ думает, что садят печень. И многие ведь отказываются, да? Ой, я не могу принимать, да? Ой, заболело все, знаете, статин наверняка. А у них сразу, если что-то появилось, это статин виноват. Он вообще угробит, да? И заболело что-то, это тоже статин виноват. Это он. И они сразу отменяют его. И когда стали сравнивать надежные рандомизированные исследования и наблюдательные, а какова разница в рандомизированных исследованиях и наблюдательных, оказалось, что объективно-то побочные эффекты, ну, где-то около 5%. А в наблюдательных исследованиях 17%. Это что значит? Что основная часть этих побочных эффектов – это, в принципе, нацебоэффект, так называемый. Не плацебо – хороший эффект, а негативный эффект пустышки. Ну, то есть, они считают так. Это верование, установки, негативные оценки. И вот с этим крайне сложно бороться. И, конечно, в этих случаях нам может помочь азитимид. Ну, и в данном случае мы используем его и в этих случаях, помимо комбинации со статинами, когда необходимо добиться, допустим, 1,4 и меньше. Мы же обязаны, да, фактически-то добиться 1,4 или на 50% при значимых коронарных заболеваниях. Что касается вот этой этилоэкозопентаеновой кислоты, ну, грубо говоря, это в нашем варианте омега-препараты, то они, еще раз хочу подчеркнуть, они не обладают антиаритмическим эффектом. Они не могут снизить внезапную смерть, они не могут фибрилляцию предсердия подавить. Не надо с этой целью их назначать. Холестерин низкой плотности не снижают. Они для гипертриглицеридемии в основном. Вот если гипертриглицеридемия, и вы не можете снизить ее статинами, потому что статины немножко тоже триглицериды снижают, то тогда можно использовать. Но тогда доза должна быть большая. Например, чтобы добиться хорошего эффекта, нужно 9 грамм. 9 таблет. А стоимость какая тогда будет? Поэтому, конечно, препараты не должны использоваться, по крайней мере, с такой частотой, как они используются до сих пор в практическом здравоохранении. Потому что я вижу и кардиологи довольно широко, и терапевты назначают его. Это ресурсы дополнительные. А выигрыша-то нет у нас. Ни по выживаемости, ни по другим позициям каким-то. Что касается алкоголя. Алкоголь, и все исследования об этом говорят, что умеренное потребление, бокал-2, в принципе, позитивно влияет на атеросклероз. Но если пациент использует контроль других факторов риска хорошо, строго придерживается средиземноморской диеты, контролирует артериальное давление, допустим, ограничил соль, много ходит и бегает, борется с массой тела эффективно, то тогда позитивная роль алкоголя значительно снижается. Если ты не можешь контролировать другие факторы риска, тогда он может какую-то значимую роль сыграть. А когда ты контролируешь хорошо, в принципе, не так уж обязательно принимать алкоголь, если рассматривать его как фактор борьбы с риском атеросклеротических заболеваний. Ну и, конечно, острые коронарные синдромы. Цифры грустные у нас не потому, что там какая-то больница у нас плохо работает. Просто эпидемией ковида у нас рухнула вся система. Как амбулаторная, из которой, собственно, и выходят инфаркты миокарда, так и стационарная. Поэтому не надо принимать на себя вину за те проблемы, которые от врача не зависят. Это не больница виновата, и не врачи, которые там работают, плохо работали. Это вот такая эпидемическая ситуация сложилась. Не справилась ведь система и развитых стран. У них же тоже ведь смертность, мы с вами обсуждали это, она катастрофически выросла. Ну, что касается в целом, да, борьбы с инфарктом миокарда, то вы здесь видите американские данные, но до 2019 года, до как бы эпидемии, надо сказать, да. Видите, заметно тренд, то есть снижение все. Почему? За счет профилактики, за счет эффективной системы. Но у кого? Это пациенты больше 85 лет, ну, выше 70. То есть снижение-то в основном за счет старших возрастных групп произошло. А целевая-то аудитория, да, было снижение, но не такое уж прямо великое. Поэтому успех в развитых странах удалось снизить заметно за счет старших возрастных групп. Это самая уязвимая группа пациентов. Она беззащитна, ей меньше уделяется внимания, в том числе и медиками. Ну, что вы хотите, ну же возраст, умирать давно пора, вы еще живете. То есть не совсем вот правильная позиция. Острые боли в груди. Это, в общем-то, самая такая, да, распространенная, казалось бы, рутинная проблема. Привозит его с острым дискомфортом в груди. А как мы диагнозы ставим? А диагнозы мы ставим во многом интуитивно. ЭКГ сделали, порасспросили маленько, там посмотрели, там по возрасту, по факторам риск. А на самом деле, поскольку это очень сложная область с высоким риском ошибки, то, конечно, во всем мире, там есть отделение неотложной помощи, так называемая сортировка, да, идет у них. Они имеют возможность наблюдать, там, 6-12 часов. А у нас же как привезли, нам нужно решить, либо брать, либо отправить. Что-то тревожно, я возьму его на всякий случай. А там ничего нету, что же, какой же диагноз поставить? ИБС все равно придется ставить, иначе меня накажут финансы. А его надо обосновать тогда еще, да. Ну вот, возникает масса таких проблем практических. А потому что нет вот этой же сортировки адекватной, да, на входе. Где можно было понаблюдать, посмотреть, оценить, кого-то выписать, а кого-то действительно забрать на себя. Ее и в Иркутске особо нету. Здесь, наверное, тоже проблемы с этим, насколько я знаю. Но, я о чем хочу сказать, они не должны быть интуитивны. Есть же протоколы специальные, да, есть шкалы, в том же кардиоэксперте они есть. Ну, нажал ты там, посмотрел вероятность, тебе скажут, брать, не брать его. Все, забирай. И даже если ты ошибся, в первом варианте, когда вы ставите диагноз, вы ошибаетесь. А когда вы шкалу используете, шкала ошибается. А шкала же несовершенна, она может ошибиться, может. Тем более, когда принимается решение в ситуации, когда у вас несколько скорых. И у вас еще пациент надо посмотреть, трех человек, который вызывает стационар. Время-то нет. Вот эти протоколы стандартизированные, уже проверенные, рекомендованные, опробированные. Они должны широко использоваться. Но не используются в нашем регионе нигде, насколько я знаю. Меня вот это удивляет. Нестабильная стенокардия. То есть, когда пациент поступил, мы его оценили, и нет вот этого подъема и спада тропонина. Если стойкий подъем, это же не говорит о том, что у нас же, видите, тоже иногда просто один возьмут тропонин, а он повышен. А возьми второй, он тоже повышен. Это значит о чем? У него хроническое повреждение миокарда. И, конечно, прогноз нестабильной стенокардии не очень благоприятный. Поэтому к ним тоже надо относиться достаточно внимательно и активно лечить. Так же, как инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ. Если взяли пациента, а коронарные артерии нормальные, что там может скрываться? Ну, вот статистика. Четвертая часть – это инфаркт миокарда без коронарных стенозов. Есть такой вариант острого коронарного синдрома. Четверть – это миокардиты. Миокардиты диагностируются очень-очень-очень плохо. Их мало у нас вирусных. В основном же они подавляющие вирусные миокардиты. Часть из них – это кардиомиопатии. В первую очередь, и чаще всего, это так называемая токацуба. То есть женщина, перемен на паузальном возрасте, накануне был какой-то стресс, кто-то погиб, кто-то умер там и так далее. Подъем сегмента СТ может быть, тропонины поднимутся. Сколько мы поставили диагнозов таких? Братски. В Иркутске сколько? Проблема. То есть мы недодиагностируем. Ну и часть кардиомиопатии будет и другой – дилатационной, гипертрофической, просто с хроническим подъемом тропонинок. То есть, ну вот такая статистика. И, конечно, если у нас, нам приходится и клинические мыслить, и дополнительные методы использовать, ну, за рубежом широко МРТ используется. Конечно, для некоронарных заболеваний сердца. МРТ – основной метод. И для миокардитов он основной. МРТ аппараты есть? Есть. Некоронарогенные поражения миокарда у нас проблемы с диагностикой. Понятно, когда толщина стенки большая, да, когда полость там под 9 сантиметров. Понятный диагноз, мы сами его поставим. А когда нет такой очевидной картины? А если бы МРТ у нас нормально делали, да, и могли оценить вот это позднее контрастирование, то тогда это было бы хорошим подспорьем. Мы бы не клинически ставили диагнозы, а уже ориентируясь на объективные показатели. И если, допустим, пациент поступил, ну, с подозрением на УКС, но выяснилось, что у него не инфаркт миокарды, это не значит, что благоприятный прогноз у него. Прогноз у него неблагоприятный все равно. Даже если у него не инфаркт… Посмотрите, острые коронарные синдромы, в основе которых лежит кардиомиопатия, или неопределённый, так называемый, ну, то есть не смогли понять, в чём причина. Прогноз-то у них и краткосрочный, и долгосрочный-то не лучше, чем при инфаркте миокарда. То есть вот эти пациенты, у которых мы исключили коронарогенную природу, ишемическую природу повреждения миокарда, инфаркт миокарда, у них прогноз всё равно остаётся плохим. Поэтому к ним надо, соответственно, и относиться адекватно. И если уж выписали его, потому что в отделении вы ведёте только инфаркты, ну, тогда наблюдать его надо. У него прогноз-то плохой, его же лечить надо на амбулаторном этапе адекватно. А для этого надо выписки написать, у него прогноз, он требует активного наблюдения и лечения, а не просто вот нет острого. Ну, и диагноз, мы уже говорили об этом, инфаркте миокарда второго типа. Ещё раз, да, это тот инфаркт миокарда, где нет бляшки с тромбозом, не атеротромботический. То есть там может быть коронарная болезнь, только спазм, ну, допустим, эмболия какая-нибудь, или, допустим, гипоксия, любая гипоксия, шок там, дыхательный, тахиаритмия или браде, да, ну, там пульза 180, повреждениями, ну, это вот как раз-то и есть. Понятно, что в большинстве случаев они у нас не у кардиолога, они у интернистов, потому что там, ну, допустим, у кого цирроз, у кого хоббл, у кого там другие. Поэтому мы-то их видим, конечно, меньше, чем специалисты других фер медицины, но даже те, которых мы видим, мы всё равно диагнозы не ставим. Ну, вот сколько за прошлый год мы поставили диагнозов в Братске инфаркта миокарда 2-го? Ну, не знаем, потому что нет инфарктов миокарда. Нету в России, в Иркутском регионе, в Братске и в Иркутске таких диагнозов нету. Хотя по соотношению они должны быть примерно 50 на 50, чуть ли не, да? То есть относительно инфарктов миокарда без подъёма СТ, например. Они и с подъёма могут быть, но и без подъёма чаще, конечно. А мы обсуждаем с вами, ведь это много лет, помните, да? Но я хочу обратить внимание, что если у пациента сделали коронарную ангиографию и нашли бляшку, это ещё не значит, что это, в общем-то, инфаркт миокарда, да? Ну, бляшка и что? А механизм-то может быть всё равно другим. Ну, например, гипоксия связана с обострением Хоба, в частности. Приступ тахикардии может дать это. То есть не обязательно, что большой стыноз и обязательно вот это должна быть коронарная, острая коронарная ситуация. Это уже мышление. То есть вот то, которое ещё остаётся вот у поколения врачей, которые воспитаны на традициях советской медицины, эта традиция, по-моему, уже не подхватывается молодым поколениям, которые по стандартам, по шаблонам. То есть клинического мышления, как такового, не хватает немножко, а его бы хотелось успеть передать. Потому что без мышления у нас будет вот как сейчас всё идёт. Рекомендации выполнили, выполнили. Препараты, которые указаны на сайте Минздрава, назначили, назначили. Значит, у этого пациента есть это заболевание, которое я написал, потому что у него вот галочки совпали. И лечение, да, и лечение тоже правильное, потому что оно соответствует вот этому диагнозу, который поставлен был. И оно соответствует главному очень документу в Минздраве. Всё. Диагноз правильный, лечение правильное. Проблем нет. Ему не стало лучше. Он умер. Ну, вот судьба такая уж. Так уж получилось. Хорошо найдёт он врача думающего, а не найдёт проблему. Провели исследование, сравнивали факторы риска. Ну, традиционные, атеросклеротические факторы риска у пациентов инфаркта, миокарда первого и второго типа. Оказалось, разницы нету. По холестерину, по давлению, по диабету, по всему, они в принципе сопоставимы. То есть дифференцировать их по факторам риска, ну, сложно. Четвёртого типа. Перепроцедурный. То есть зашли баллоном, раздули, перекрыли артерию, ишемия, некроз. Очень сложная проблема. Очень сложная. Вот есть разные критерии. Если вот, допустим, брать вот эти критерии, ну, последнее, четвёртое определение, инфаркта миокарда, так называемое, да, о чём оно говорит? Подъём тропонина больше, чем в 5 раз носительно исходного или больше, чем на 20% и исходно был повышен. Вот если вот этим определением пользоваться, то у нас очень много будет перепроцедурных инфарктов миокарда. Сколько у вас было перепроцедурных инфарктов миокарда во второй больнице за прошлый год, допустим? Кто-то может сказать? Варет 5. А должно быть сколько? Вот на самом деле всё упирается во что? Упирается в первую очередь то, что не проводится диагностикой. То есть мы же должны проводить до тропонина и потом в динамике брать. Ну, 48 часов смотреть. Первое. Второе. Явное нежелание врачей это делать. Почему? Потому что у нас же будет много их. А что с этим делать? Выносить его в диагноз? Как оценит пациент это, да? То есть он поступил на хроническую плановую коронарную ревоскулизацию. А вышел он с инфарктом миокарда. Он получил инфаркт миокарда. И каковы его будут действия его и его родственников, например? Опять-таки, если мы не ставим этот диагноз, ну, как сейчас, мы практически не ставим его. В Иркутске я за всю практику свою и как консультанта я ни разу не видел, кстати. Ни разу не видел, чтобы в диагнозе стоял инфаркт миокарда четвертого типа. А вы выносите в диагноз. Молодцы. Нет, это честно, это правильно. Почему? Потому что если мы получаем на амбулаторном этапе инфаркт миокарда четвертого типа, это пациенты повышенного риска. Соответственно, мы должны более активно их вести. И, конечно, это проблема для всего мира, это не российская проблема. Поэтому, в принципе, вот инвазивщики, у них свои критерии. Ну, вот международное общество поинвазивное. Они считают, что инфаркт миокарда, как тропонин, повысился в 70 раз и выше. Не в 5, в 70 раз и выше. И тогда, смотрите, если мы используем более жесткие критерии порогового уровня, ну, у нас обычно, если тропонин Т берем, это 14, да, нанограмм на литр. Но, смотрите, если порог будет выше, то прогноз будет хуже. То есть, если по каким-то причинам, может быть, это и веские причины, да, не использовать широко вот эти критерии, 5, то можно же для начала взять хотя бы вот эти критерии, 70, кратность 70 выше порога уровня. Тогда мы хотя бы засечем самую опасную часть пациентов, у них самым худшим прогнозом. Ну, бог с ним, часть мы пропустим, но у них прогноз все равно будет лучше, если подъем невысокий. Поэтому мне кажется, вот начать надо диагностику хотя бы с этого порога, но только пошире это делать, вести в стандарты и брать, допустим, повышение 70-кратность, используя вот рекомендации общества по инвазивным вмешательствам. И тогда хотя бы мы вот эту группу очень высокого риска засечем. Тогда мы на амбулаторном этапе будем ее адекватно вести. А сейчас пока вот диагнозы не ставятся, мы, соответственно, на амбулаторном этапе не готовы их вести, да и не умеем. Хотя получать будем, будем думать, будем активно вести их, профилактику проводить и так далее. Стандарт многолетний диагностики инфаркта миокарда в отделении неотложной помощи. Ну, вот когда он поступил, когда сортировка идет, обязательная, 0-1 час, то есть берете исходно, берете через час. Смотрите, либо абсолютные цифры, там, выше 52, либо прирост. И на основании этого ставится диагноз инфаркта миокарда, ну, соответственно, он госпитализируется или выписывает. И где используются этот алгоритм интересный? Это меня удивляет, да? Много-много лет, больше 10 лет он уже создан. Везде абсолютно в мире применяется. Где он применяется у нас? Раньше говорили, тропонинов нет. Появились тропонины, и что? То есть основной метод диагностики инфаркта миокарда, еще раз напоминаю, да? Основной метод диагностики инфаркта миокарда по тропонинам, по алгоритму, 0-1 час, ну, есть 0-2 часа, там, 0-3 часа, ладно. Если время не успели, там, ну, через два возьмите, ну, через три край возьмите, да? Ну, я переделать международный метод уже не переделываю. Я по молодости переделывал, потом понял, что, во-первых, не переделываешь, во-вторых, тебе же хуже. Но сейчас хотя бы информационно я пытаюсь еще раз обратить внимание на эту проблему. Как же так? Самое опасное заболевание инфаркт миокарда, от которого в основная часть погибает пациент. Ну, острых я имею в виду. Есть простой метод общепризнанной диагностики, и он не используется. Это как? Речь, конечно, идет не о подъеме СТ, да, вы понимаете. Депрессия СТ, отрицательном Т, вообще о нарушениях. Подъем СТ там, как бы, понятно. Какая артерия поражена, да? Ну, видите, подъем СТ, второй, третий, да? Выражена депрессия в грудных, подъем в 8-8-9, ну, и КУ с подъемом в правых. Какая артерия поражена? Правая коронарная. Восстановили кровоток, пошел. Ну, поскольку появилась инвазивная диагностика, то можно в кардиологам, думающим, ну, интересно же, попадешь, не попадешь, уже мыслить в рамках анатомии. То есть на основании КГ клиники можно там более эпигастральные, неэпигастральные. Ну, это не имеет отношения, да, к ведению. Понятно, что специалисты не будут ориентироваться на ваши клинические размышления, но это просто, как бы, игра, да, такая, да? Вот я поставил диагноз, угадаю, не угадаю. Вот, если уровень высокий, как бы, да, то, в принципе, с высокой вероятностью спицы угадывают, как бы, да. Когда ковид, да, все у нас лежали животом вниз, пронпозиция так называемая. Как диагностировать инфаркт миокарда на ЭКГ? Переворачивать его со всем вот этим, да, респираторным оборудованием? Можно ЭКГ писать в пронпозиции. Ну, вот здесь видите, да? Это фактически симметрично на спине также вы электроды лепите. Стандартные, естественно, вот они, да? И грудные. Оказывается, этот момент изучался. То есть разработаны критерии. Вот ЭКГ в пронпозиции. Здесь QR. QR, ну, как бы обратная, да, вот зеркальная, если переворачивать, зеркальная получается, да, электрокардиограмма. Ну, она левая, да. Вот ЭКГ. Вот смотрите, сумасшедший инфаркт, там, студенческий, да, мы его видим. КОЭ с подъемом СТ. Как он на пронпозиции выглядит? Наоборот, естественно, то есть здесь Р будет высоте в грудных, ну, и СТ просядет. Наоборот, все будет. То есть можно использовать ЭКГ для диагностики острых коронарных синдромов, пронпозиции, если почему-то не получается, неудобно, есть сложности, перевернуть и сделать нормально. Вот пациент поступил с ОКС, с подъемом СТ, выписался, а дышки нет, уходит нормально. Ну, вроде как бы, мы ему объяснили, что инфаркт был небольшой, ну, и, в общем, он живет. Но у него же будет постепенно у многих развиваться сердечная недостаточность. Дисфункция левого желудочка. Не сразу, попозже, потому что повреждения-то было у него. И, возможно, и коронарное кровоснабжение снижено. И тут очень важно их наблюдать, чтобы на амбулаторном этапе каждые полгода, а может, поначалу и чаще, делать эхокардиографию, смотреть мозговой натриуретический пептид, чтобы вовремя обнаружить ремоделирование сердца, когда оно пошло расширяться. И уже его начать лечить не тогда, когда он нам пришел 7-8 сантиметров, да, с одышкой и сидя дома ночью. Что-то, вы знаете, лечь не могу, одышка сильная, ноги отекли. Доктор, что делать? А на самых ранних этапах, да, надо, когда только началось ремоделирование, когда еще симптомов нет у него, когда мы можем, да, подключить наши там разные препараты и замедлить, и даже в 5 обратить ремоделирование желудочков. Поэтому вот этот мониторинг обязателен. ЭКГ там рутинно, оно что нам дает? Да ничего особо не дает, да, после инфаркта. Ну, делаешь его, ну и что? А эхо-то дает. А мозговой натриуретический пептид-то дает. Вот за ними-то можно и нужно наблюдать. И пациенты будут выполнять. После инфаркта они все практически выполняют, потому что все, смерть рядом. Это мотивированные, как правило, люди. Ну, везде, конечно, ревоскулиризация доминирует, в Европе и в разных странах. Тромболизис в основном еще держится в менее развитых странах, ну и в тех регионах у нас, как, допустим, в России, да, где нет возможности широко использовать первичное, чрезкожное коронарное вмешательство. То есть это проблема. То есть успеть вовремя это сделать. Смертность у них, вот, в европейских 4,4%. У нас сколько, Дмитрий Петрович? Госпитальная смертность у нас по инфаркту сколько? Ну, по какой-нибудь. Ну, по пятой. А по второй? По котлабу сколько? По котлабу у нас при острове коронарного синдрома подъема синдрома ТСП 4,3%. И мы при острове коронарного синдрома без подъема синдрома ТСП 2. А сколько без подъемов вы брали? В прошлом году у нас 420 центов. Прошло без подъема. Без подъема? Хорошо. Ну, видите, да, что где бы вы не проводили ревоскулиризацию, в Европе ли, в Братске ли, да, результаты примерно, ну, вот, сопоставимы. Проблема пандемии, она вылилась в огромную задержку госпитализации. Ну, и не только задержку. Многие же вообще даже не доехали до стационаров. Либо дома лечились, либо умерли, к сожалению. Понятно, что задержка госпитализации, даже пациентов без подъема СТ, казалось бы, у них все-таки короткий-то прогноз получше в целом. Но отдаленный плохой. То есть задержка госпитализации негативно влияет не только на краткосрочный, она негативно влияет на отдаленный еще прогноз. То есть смертей будет больше и на предлительном наблюдении. Во многих серьезных подразделениях стараются сократить время дверь-баллон на всех этапах. Можно за счет оптимизации времени, но это надо смотреть, вот хронометрировать все этапы. И тогда можно заметно, смотрите, заметно сократить. Время-дверь-баллон. Вот поступил пациент без подъема СТ. Зашли, открыли артерию, все нормально, осложнений нет. Когда его можно выписывать? Когда его выписывают обычно? А в этот же день можно? В принципе, исследования показывают, что можно выписывать в тот же день. Ну, не у всех, конечно. Это должны быть пациенты без осложнений, с невысоким риском и так далее. Но можно. Прогноз будет неплохой у них. А что, собственно, будет плохой? Ну, зашли, открыли, стенд поставили, антиагреганты дали, все вроде назначили. То есть проблема была, ее же фактически-то нет уже. Что умерло, то умерло, часть там восстановится, остальное нет. А с подъемом СТ тоже, оказывается, исследуют. Потому что все стремятся сократить время госпитализации. Ну, по экономическим соображениям, по внутрибольничным проблемам, которые существуют, там, инфекции и так далее. Да, тоже можно, оказывается. До двух суток с подъемом СТ можно выписать. Не всех, опять-таки, да, но ограниченную часть. Длительная, двойная антиагрегантная терапия. То же самое, мы с вами уже обсуждали это. То есть она сейчас сокращается, как при хронических, собственно, так и при острых сокращается. Если риск кровотечения высокий, один-три месяца, все, переходим на монотерапию. Но если риск неблагоприятный, по прогнозу, стенты немножко не самые современные поставили, допустим, факторов риска много тромбозов, были уже тромбозы разные, не можем адекватно обеспечить, там, лечение и так далее. Ну, тогда, конечно, более длительно можно использовать. Даже до года можно и больше. Но надо думать всегда о кровотечении. Мы кровотечения-то не видим кардиологи. Кровотечения видят хирурги, гастроэнтерологи. Нам кажется, их нету, потому что мы их не видим, они же не к нам попадают с острым кровотечением лошекишечного тракта. А их много достаточно. А с геморрагическим инсультом куда они попадают? Поэтому о кровотечениях нужно помнить всегда. Понятно, что современные антиагреганты активнее, сильнее. И просугрел хороший, и тикогрелор хороший. Но если риск невысокий, то хлопитогрелл работает. Если риск невысокий, тогда выигрыш по выживаемости будет небольшой. Выигрыш всегда выше, когда риск выше. А если риск низкий, тогда выигрыш маленький. И тогда можно использовать неактивную терапию и, собственно говоря, выиграть по соотношению эффективности и безопасности антиагреганта. Лечение инфаркта миокарда второго типа. Опять, вот уже к лечению. Поскольку мы его не диагностируем, получается, что мы его лечим так же, как инфаркт миокарда первого типа. Ну, а как иначе? Так и лечим. А влияет ли это на смертность? Нет, не влияет. Понятно, что не влияет. Почему? Потому что механизм-то там другой. Там же не атеротромбоз. То есть там два дезагреганта будут работать? Да нет. А что это они будут работать? А статины будут там работать? То есть это лечение-то не работает при инфаркте миокарда. Почему мы говорим о втором типе? Потому что там традиционное лечение не работает. Там нет атеротромбоза. Если пациент поступил с инфарктом, вот у него сократимость снижена, зона повреждения большая, нужно назначать саккубитрил вальсартан? Он вроде же лучше, да, чем ангибитор АПФ? В остром периоде? Нет. Рандомизированные сниженные показы? Нет. Он не выиграл у ромеприлов, в частности. То есть он хорош, но не у всех. Возможно, он хорош на длительном периоде. А при остром инфаркте больших выгод от того, что мы назначили его для борьбы с дисфункцией левого желудочка, нет. То есть так уж тоже селективно надо использовать. И так у пациентов траты довольно большие. Какое давление считается оптимальным при инфаркте? Оно разное у нас бывает. Считается, по крайней мере, по этому наблюдательному исследованию, что давление в диапазоне 90-130, диастолическое 60-80, в отношении прогноза исходов, оптимальное. То есть даже если оно низкое, это не значит, оно же может низким и исходным, и лекарственным. В принципе, при этом диапазоне давления исход будет неплохим. Если ниже, хуже и выше, естественно, хуже. Ну вот такие хотя бы ориентировки. Потому что у нас ведь нет особо до сих пор данных, да, какое давление держать при инфаркте? Постоянно нарастающая частота фибрилляции предсердий. Поговорим, несомненно, о ней. Понятно, что пациенты боятся. Конечно, и я их успокаиваю, говорю, что, в общем, мы-то работаем жизнеопасными, аритмиями, ваша-то что там, ну и вы еще жить будете с ней много-много лет. От нее вы избавиться не сможете никаким методом, понятно. Но это влияет на качество жизни, на трудоспособность. То есть они чувствуют себя хуже. Я к вопросу о том, сохранять синусовый ритм, удерживать ее антиаритмками, или абляцией, или просто ЧСС контролировать. Вот о чем речь. Свой ритм всегда лучше, чем аритмия. Если пациента случайно выявили, он об этом не знал даже, да, прогноз у него будет лучше. Нет. Что у фибрилляции с симптомами? О, доктор, не могу прямо терпеть. Тот, который, да что доктор я, господи, вот случайно выявили, я, в общем-то. Прогноз у них будет одинаковый. То есть симптомы не определяют прогноз. Симптомы больше определяет тревожность. С регистрацией сейчас, конечно, просто вот все регистрируют, да. Часы регистрируют, телефоны регистрируют, браслеты регистрируют, флешки какие-то регистрируют. Все регистрируют. Сейчас, конечно, раздолье для регистрации электрокардиограммы. Единственное, что только пациентам сказать, что надо объективизировать. Есть масса методов. Вот даже просто, да, даже вот ЭКГ не пишут часы, но они дают просто разброс, да, ЧСС. Это вот пациент пришел, 49 лет, семья просто зашла в кабинет, они переживали за него. Она говорит, что-то забило сердце, не знаю, что. Я говорю, ЭКГ где? А нет ЭКГ? А как? Ну, я говорю, часы давайте. Вот они мне сбросили. Ну, тут видно, да, часы 118, 80, 117, 120. 95% это фибрилляция предсерва. То есть даже без ЭКГ можно с очень высокой степенью вероятности. Но потом, конечно, я добился, что они верифицировали, прислали мне фибрилляцию настоящую. Поэтому, конечно, сейчас вот с этими гаджетами значительно лучше. Что провоцирует? Еще раз напоминаю, не кофе и не крепкий чай. Провоцирует только алкоголь, и то не у всех. Провокатор один алкоголь для фибрилляции предсердия. И это надо четко обозначить пациенту, чтобы он понимал триггер, что с ним делать надо. Более того, если он будет меньше употреблять алкоголя, сфибрилляцией, у него инсульты реже будут. Ну, потому что реже будет фибрилляция, соответственно, реже будет тромбоэмболия. И вот этот аргумент уже серьезный, что вероятность инсульта повышается. Не просто провокатор, а инсульт, а это уже серьезно. Вот чего люди боятся, так это инсульт. Они инфаркта не очень, а инсульта боятся. Ну, потому что лежать, да, с памперсами, а вокруг тебя будут, а ты не понимаешь ничего, ну, что за жизнь? Не надо всем искать тромбы в левом предсердии. Только если уж на абляцию идешь, ну, там по протоколу вы обязаны. Потому что это не безобидная процедура. Во-первых, смотрите, 6% повреждения. Во-вторых, ну, хорошо, сегодня нет тромбов. А через два дня, через неделю, мы не знаем. Мы знаем тоже, на сегодня нет. Это как ФГС при язве. Нет, ну, нет, на сегодня нет. А завтра, послезавтра, тоже неизвестно. Без особой нужды, да, инвазивно, не надо ничего делать. Пациент попал в палату интенсивной терапии. У него выявили фибрилляцию предсердии. Она какая? Вызванная острым состоянием? Или бывшая ранее? Как правило, бывшая ранее. Это просто, ну, триггер. То есть в подавляющем большинстве случаев. Не старайтесь ее привязывать вот прям к пневмонии. Казалось бы, вот провокатор, вот ничего. Это, как правило, триггер. Там уже условия были. Очаг там в легочной вене сидел уже, да. Фиброз там в предсердиях уже есть. Ну, спровоцировал его, и все. Ну, алкоголь тот же самый. Вот у меня пациент только что пришел. Хорошо так он отметил такой. Вот юбилей свой прямо-таки. И потом у него, значит, несколько часов эта аритмия долбила его. Там все уже было готово. Этот триггер, ну, сработал. Он и без этого, конечно, возникнет. Попозже, может быть, но все равно появится. Поэтому всегда исходить из предположения, что фибрилляция она была у него раньше и будет у него и дальше. Вероятность того, что это вот прямо острая форма, и больше вот, если не повторится этот эпизод, ее не будет, она невысока. Если она есть, то все. Она была, скорее всего, раньше и будет еще повторяться. На это настраивайтесь. С УКС та же самая ситуация. Вот при инфаркте, да, фибрилляция, она какая? Острая или уже бывшая ранее и будет потом? Конечно, она будет потом. Вариантов для контроля ритма много. А что мы используем? Только самый, да, опасный и нежелательный кордарон в основном, да. А где у нас на первом этапе пропонором, да, тот же самый, да, саталол, тот же самый, там, для ночных аллопенин, там, раналозин. Они-то где у нас? Почему мы сразу хотим вызвать у пациента дисфункцию щитовидной? Их мало, что ли, у нас дисфункции? Я каждый год десяток примерно дисфункций щитовидной аммиадароновых только вижу. У меня не так много, у меня вот под моим наблюдением в центре, ну, две тысячи у меня находятся пациентов, много лет веду, как бы маленький участок, около десятка. И я, когда начинаю анализировать, думаю, а зачем они дали кордарон? Ну, куда они торопились? Что, нельзя было вот другие какие-то препараты попробовать, что ли? То же самое, вот начинать антиаритмику у кого? У кого симптомы есть или у кого нет симптомов? А если нет симптомов, надо ли вообще лечить? Надо, конечно. Какая разница, есть симптомы или нет. Симптомы не являются прогностическим фактором. Это не только фибрилляции касается, это касается многих других заболеваний. Это общее правило. Поэтому надо ориентироваться вот на это. Если вы хотите, чтобы прогноз был лучше, чтобы деменции было меньше, чтобы реже лучше трудоспособность потом была, они же все равно, утомляемость же у них все равно выше. Как фибрилляции, они ходят хуже. Поэтому надо относиться к ним тоже. А вот КУТЭ как мерить? Каким методом? У нас же, смотрите, кордарон увеличивает? Увеличивает. Роналозин увеличивает? Увеличивает. Саталу увеличивает? Увеличивает. Ну, я уж не говорю о других. Тиазиды увеличивают? Увеличивают. Инфекцию азитромицином стали лечить, увеличивают? Увеличивают. Антидепрессант эсциталопрам дали, увеличивают? Увеличивает. А как считать? А базета формула плохо работает. Она значительно завышает КУТЭ. Вот если на аритмии будете брать, там же РР варьирует. И там коррекция-то не очень работает по ЧСС. Базета вообще-то самая плохая формула, но самая распространенная. Поэтому можно вот Фременгамскую, Фредериция, если кто-то кардиоэкспертом или другим пользуется. Выберите другую формулу, которая меньше от ЧСС зависит. И пользуйтесь ей. Почему все время только базет? Самая популярная, самая худшая формула. Она от ЧСС, но плохо зависит. Она работает неплохо в районе 60 в минуту. А все, что выше и ниже. Хорошо, да? Вот мы хотим восстановить синусовый ритм. Конечно, это самый лучший способ восстановить ритм. Вопрос только в том, что если вы идете на восстановление, его же удержать надо. А как электроды расположить? Сбоку или передне-заднее расположение? Вот вопрос. До недавнего времени считалось, что передне-заднее. Но это наблюдательные исследования. Рандомизированных-то не было исследований. А самое надежное исследование – это рандомизированные исследования. А когда провели, оказалось вот это передне-боковое, оно эффективнее, чем, казалось бы, да, очевидное передне-заднее. Ну и ремоделирование. Допустим, даже восстановили синусы или не восстановили. Надо постоянно их мониторировать эхо. Почему? Либо расширяется, либо наоборот сокращается. То есть надо оценивать в динамике, как идет структурное изменение. В зависимости от этого и прогнозы, и тактика ведения нередко меняется. Еще одна большая проблема. Можно выявить симптомы. А вот что-то речь нарушилась. То есть слабость в руке была какая-то. Ничего вроде отлежался. Симптомы по меньшей мере транзиторной ишемической атаки. А их не спрашивают об этом. А это же кардинально меняет ситуацию. В плане антикоагулянтов, в плане ведения и так далее. То есть на хотя бы грубые, да, вот эти признаки, уж не до малых инсультов, да, хотя бы там слабость в руке, ноге нарушение речи, там асимметрия лица, хотя бы такие-то надо обязательно спросить. А они говорят, да было, ну недолго, там прямо минут 10 и прошло. Так транзиторная ишемическая атака, она минуты, собственно, и держится. Все, и ушла. Он о ней и забыл вообще. Но если спросить, он вспомнит. Ну да, я помню, вот, вы знаете, что-то онемело вот здесь вот. А потом вроде разошлось так. А ему 45 лет, и впервые выявлена фибрилляция. Так бы мы ему антикоагулянты не дали, а так, конечно, дадим. Это просто вот недавний случай. Интересно, что фибрилляция при длительном, в течение пяти дней, вероятно, с инсульта повышается. Если особенно они больше пяти с половиной часов. Но это на будущее, это как бы идея такая. Тем, кому не надо, постоянно антикоагуляция – это же проблема. Мы нарываемся на кровотечение. А если у него, допустим, длительные эпизоды, да, оно редко бывает. А почему не прикрыть просто вот этот эпизод? Ну, антикоагулянты. И ждем следующего. Я к чему? Это как бы на будущее. Это, конечно, нет исследований еще, ничего. Но в принципе это разумно. Особенно, если высокий риск кровотечения есть. То есть зачем мы лечим всю, когда у него есть только эпизоды? Ну и закрывайте эпизоды. Ну, это в плане гипотезы. Вот это и есть индивидуальная медицина. И еще раз не забываем. Если у пациента фибрилляция предсердия, это не значит, что инсульт у него кардиоэмболический обязательно. Почему? А что, бляшка не может с тромбозом там что-то закрыть просвет, что ли? То есть там также может быть и другой инсульт по механизму. Если пациент идет на антикоагулянта, и у него произошел инсульт, это какой будет инсульт? Да. В пять раз чаще будет ишевический инсульт. Я удивился, когда такой субъективный. Объективный реаллелон, пожалуйста. Я-то думал, да, ну хотя бы 50-50. Это значит, что даже на антикоагулянтах у нас достаточно высока вероятность кардиоэмболического инсульта. И они не всегда удерживают еще. Поэтому надо еще думать, это какой инсульт у него. Не бросаться сразу, отменять. Тоже вопрос. Пытаются анализировать, если атеросклероз был, предшествующий химический инсульт, значит, вероятность ишемии выше. Если заболевание мелких артерий и раньше был геморрагический инсульт, значит, выше вероятность геморрагического. То есть, опять мышление клиническое. Потому что в этих чек-листах этого нет. Чек-листы – это не в медицине вообще. Я не знаю, как это назвать, но это что-то другое. А медицина – это когда ты думаешь, когда ты анализируешь, когда пытаешься механизм найти. И, соответственно, с этого механизма основное лечение и назначить. Вот это медицина. Хорошо, было настоящее внутримозговое кровоизлияние. Сделали КТ, посмотрели. Да, точно, совершенно. На фибрилляции. Что будем делать с антикоагулянтами? Отменим навсегда? Ну, там же в противопоказаниях абсолютных, между прочим. А потом назначим. Ну, я к чему, что это очень сложная проблема. Но единственное, что, опять-таки, исследования, проводившиеся, что они показали? Было внутримозговое кровоизлияние. Одним не назначали антикоагулянты, другим их назначили. Что получили? Получили почти двухкратное увеличение рецидива внутримозгового кровоизлияния. Ну, понятно. Было, назначили антикоагулянты, понятно, возросло. Вроде плохо. Ишемические инсульты и транзиторные атаки примерно 50-50. Но те, кто получал антикоагулянты, у них с 30% на 20, то есть на треть фактически уменьшилась общая смертность. Понимаете, в чем дело-то? То есть мы по геморрагическим инсультам, по рецидивам проиграли, а по смертности-то мы заметно выиграли. Мы 10% выиграли. Это очень много. То есть еще раз, произошло внутримозговое кровоизлияние, мы думаем опять-таки. Вот мы можем выиграть, если продолжим антикоагулянты. Понятно, что самый простой вариант не назначить. Почему? Потому что тогда вы не проиграете. На вас никто не нажалуется, но вы и не выиграете. Если просто сидеть, ты не проигрываешь, но ты и не выигрываешь. А если ты назначил, и у тебя рецидив будет, тебе же сразу претензии, потому что это ядрогения, да, фактически. Поэтому тут надо быть, во-первых, достаточно высокого класса специалистом. Во-вторых, надо уметь отвечать за свои действия. В-третьих, точно прогнозировать, ну, по крайней мере, максимально точно прогнозировать ситуацию. И, конечно, все согласовывать с пациентом. Объяснять ему, что мы здесь проиграем, что может быть повторится. Но мы выиграем вот здесь вот, причем выиграем значительно. Ну, я вот так беседую. Хотя, конечно, подавляющую часть не назначить никогда. Но мы же, видите, жизни спасем тогда. То есть игра стоит. Ну, если мы антикоагулянта предупредили смерть, от чего она была? От тромбоза, естественно. А где уж там второй вопрос? В легочной ли артерии? Повторный ли инсульт был у него? Это не анализировалось в этом исследовании. Понятно, что вроде много исследований, они говорят о чем? Что вроде прямые антикоагулянты, вот современные, они лучше, чем варфарин. Если не брать там механические клапаны, ряд ситуаций, типа беременности или терминальной почвы недостаточности, вроде они по безопасности этому лучше. Когда мы говорим о профилактике, мы не должны забывать еще и деменцию. Там же не только инсульты, а мелкие вот эти повреждения, они к чему ведут? А память нарушилась. Деменция эта штука, ой, они совершенно не обучаемые. И вот смотрите, да, вот, ну основная проблема, это, конечно, кровотечение. Мы ее обсуждали, разные там сравнительные исследования приводили с вами в прошлый раз. И вот, смотрите, вторая фаза исследований, асумбексиан, они стали блокировать вот эту конверсию в одиннадцатый А-фактор. То есть на более ранних этапах не десятый фактор, а одиннадцатый. А он на более ранних цепочках вот этого каскада гемостаза, да, тромбоза. И им удалось значительно выиграть у апексабана. По кровотечениям. То есть мы ждем вот с большим интересом, ждем третьи фазы. То есть когда нам скажут, что он по тромбозам тоже выигрывает, ну или хотя бы не хуже, варфарина и так далее, тогда у нас появится очень серьезный игрок на этом рынке. Потому что кровотечение – это большая проблема. Выбор антикоагулянтов. Мы с вами почти каждый год всегда просят, ну а вот какой все-таки выбрать. И мы с вами обсуждали, да, риски кровотечения, там стоимость, там так далее, как через почки уводятся. Ситуация поменялась очень сильно. А в чем поменялась? А потому что мир изменился. И медицина оказалась в сфере политики. Наше общество кардиологов мирное взяли и исключили из Европейского общества кардиологов. Ну казалось бы, медицина, да, мы же боремся все за жизнь, за здоровье. Нет, мы не можем участвовать ни в одном европейском форуме. Все закрыли образовательный проект, все позакрыли. Все. Мы как бы сами по себе. Ну вот сейчас думают, да, может с азиатскими кардиологами объединиться. Медики, врачи, которые бьются за жизнь, неважно кого, пленные, не пленные Украины, все равно мы должны всех спасать. Взяли и поисключали. Компания Pfizer официально заявила, что каждый доллар, заработанный здесь, пойдет на Украину. Компания Böhringer, ресурсы, которые она получает здесь, пойдут куда? На Украину. На какую Украину? На ту, которая много лет под обстрелами была? Там, где обстреливают садики? Там, где хотят говорить на русском языке? Там, где не хотят, чтобы по улицам маршировали нацисты с факелами? На эту Украину пойдет? Нет. Оно пойдет на другую Украину. И куда, думаете, эти пойдут ресурсы? Вот и вопрос, да, вот и вопрос. И официальные оппозиции опубликованы на русском языке. Зайдите на сайт, посмотрите на нее. И это, безусловно, повлияло на что? И если вы следите за нашим обществом, да, и мы тоже опубликовали это и на страничке, телеграм-канала нашего общества, и на сайте нашего есть. Письмо двух главных кардиологов. Евгений Владимирович Лихто, который отвечает, ну вот, за европейскую часть России, и Сергей Анатольевич Бойцов, который, ну вот, за нашу, да, Сибирь, там, Дальний Восток отвечает. Два практические диетичных письма, где написаны варианты замены при необходимости препаратов из очень недружественных стран на препараты в стран, которые, ну, или уж нейтральны, или так не так уж активно, да, недружественны к нам. По крайней мере, которые хотят работать здесь, которые хотят развивать бизнес, которые не высказывают такого негативного отношения к этой ситуации. И мы должны, я считаю, учитывать, и я учитываю выборы препаратов, потому что у нас там воюют и погибают наши воины. У стариков сравнивали ревраксабан и варфарин, потом мы сейчас поговорим об этом препарате. Та же самая картина, что и снижение риска внутримозговых кровей. То есть у стариков он, в принципе, нормально работает. При дисфункции почек использовали его. То же самое по сравнению с варфарином, он показался по меньшей мере не хуже, но в каких-то, может быть, позициях даже иногда благоприятнее. Ну, понятно, что где-то до 30 мл в минуту на 1,73 мы можем использовать. Где-то с коррекцией на 15 мг, может быть, иногда меньше. У стариков нередко, учитывая риск кровотечения все-таки, да, и иногда даже экономическую ситуацию, мы используем низкие дозы. И исследования наблюдательные, опять-таки, показывают, что малые дозы снижают риск кровотечения, ну, и не сильно там, или практически не влияют на тромбозы. Поэтому у них можно, многие же вот им проще разделить, тогда в два раза цена ниже. Вот даже из этих соображений порой приходится дозы небольшие давать. Биопротезы, то они вроде бы, ну, не дают тромбозов. Дают иногда. Если за ними наблюдать, то можно иногда увидеть наслоение тромботических даже масс. Поэтому у ряда пациентов нам приходится давать антикоагулянты. И в этом плане, в отличие от механических клапанов, неплохо себя зарекомендовали и прямые оральные антикоагулянты. То есть там можно использовать в ряде случаев эти препараты. Приверженность, она разная, видите. Две трети, они будут продолжать, что вы назначили. Часть потихоньку будет отказываться. Поменьше, поменьше. Один раз, ну, и уйдут совсем. Кто-то уберет потом. Ну, давай-ка что-то маловато, дай-ка я добавлю. Ну, сами начинают регулировать. А некоторые вообще отказались, и все, и не будут принимать. Поэтому варианты отказов, они разные совершенно. Абляция, катетерная абляция. Она работает. Пациенты мои, по крайней мере, и ваши, продолжают ездить. Да, абляция продолжается. Вроде пока, как бы, ситуация остается стабильной в этом плане. Еще раз, криоабляция радиочастотная, она примерно по эффекту сопоставима. Она, конечно, короче, она быстрее, но в целом результаты будут примерно одинаковые. Насколько эффективна абляция? Это зависит от того, как вы будете мониторировать ЭКГ. Если вы будете непрерывно мониторировать ЭКГ, да, ну, вот поставите имплантируемое, да, какое-то устройство, ну, типа ревила, допустим, или аналога какого-то, то вот смотрите, к концу года у половины уже фибрилляция будет. То есть при объективном контроле непрерывном у половины к концу года после успешной абляции будет фибрилляция предсердия. Ну, и, соответственно, дальше, да, процент будет все время снижаться, да. Поэтому исходите из того, что в целом абляция убирает симптомную фибрилляцию, которая снижает качество жизни. А вот эти бессимптомные, они останутся, естественно. Не случайно же мы после абляции все равно антикоагулянты продолжаем. Убрали эффективно, неэффективно, мы все равно их, если показано, да, мы все равно их продолжаем. У пожилых стариков чем старше возраст, тем эффективность абляции ниже, соответственно. Тоже очевидная вещь, потому что фиброза больше. Вот сейчас, конечно, вот эта тенденция, и она в рекомендациях все время звучит. Можно уменьшить симптомы сердечной недостаточности за счет устроения фибрилляции. Мы же иногда вот пытаемся, да, и вроде диуретики дал, и ингибиторы дал, и сакубитрил и дал, а все равно одышка вон не ходит. А за счет вот аритмии, если ее убрать, то у них заметно улучшается качество жизни. Но единственное, что лучше, когда сохраненная фракция выбраться или немножко снижена. Если низкая, то, конечно, эффективность абляции будет невысокой. И вот последний у нас раздел, это сердечная недостаточность. Вышли американские рекомендации последние. Я коротко пройдусь. Ну, во-первых, частота отнюдь не падает. Почему? Возрастает население старшего возраста, соответственно, ну и вот лечим инфаркты лучше. Сердечная недостаточность, соответственно, больше. Ну, из-за прогноза. Среди причин. Расклад примерно такой. Четверть – это коронарные причины, четверть – гипертоническая болезнь. Поменьше – хоббл, ну и дальше все остальное. Кардиомиопатии там разные и так далее. Очень важно оценивать в динамике. Вот фракцию выброса надо мониторировать. И чем тяжелее, чем нестабильнее ситуация, тем чаще надо мониторировать в динамике. Промежуточную особенно, да, куда она пойдет, туда или сюда. Как она отреагирует на лечение у вас. Ну, вот мой пациент недавно опять приходил. Они появились у меня вот здесь вот, видите. У него фракция выброса была невысокая. Потом она падать стала. Вот они пришли, мы назначили лечение. Ну, вот вы видите, да, традиционное классическое лечение пациентов сердечной достаточности с низкой фракцией выброса. Вот. Он молодой, 45 лет. Дилатационная кардиомиопатия вообще-то. Но посмотрите, как быстро стала выправляться эта ситуация. Вот на лечение. Сейчас мы даже переходим к отмене диуретиков, потому что вроде так компенсировали. Взяли, видите, 71 мозговой натриуретический пептид. Вообще нормальный. Все подсократилось у нас. Видите, динамика какая. Я показываю пациентам даже выписку. Показываю, как динамика идет. Это вот алгоритм. Еще раз обращаю внимание на современный алгоритм. Он не новый, конечно, но он, видите, как диагностируют сердечный снизу. По мозговому натрию. Почему? Потому что фракция выброса может быть разная. Она может быть нормальная, она может быть сниженная. Поэтому основное это клиника плюс мозговой натриуретический пептид. А там уже в зависимости от фракции выброса вы там расклады делаете. Влияют ли штрафы на эффективность лечения и повторной госпитализации? Мы проводили исследования за рубежом, ничего не влияет. Это еще раз подтверждает, что наказание никогда не улучшает. Это поведение человека. Поэтому сколько не штрафуют, если вы не измените поведение к лучшему, не обучите, не поговорите с врачом, не проанализируйте ошибки, результата не будет. Ну так у нас работают страховые. Они же не работают над улучшением, повышением качества, лучшим оснащением и так далее. Они просто штрафуют. Сильное ограничение соли, в принципе, даже вредно. Тем более, если вы на диуретиках идете. И вот самое-то главное в последние годы, что произошло. Как вести пациентов сохраненной или пониженной? Я так пока перевожу вот эту, да, 41-49, фракцию выброса. Как вести? На первом плане основной это ингибитор натрия-глюкозного транспортера, то есть это эмпоглифлозин, редапоглифлозин. И если есть застой, то тогда диуретики. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Конечно, мы с вами говорили, да, что селективные препараты, они благоприятнее и в плане побочных эффектов. И мы ожидаем, что наряду с эплериноном появится финиринон, вот нестероидный антагонист миокотергоидных рецепторов. Эмпоглифлозин уменьшает риски гиперкалимии, если мы идем на антагонистах минералокортикоидных рецепторов. Почему? А уже диуретический эффект. Не очень понятно, почему работают вот эти ингибиторы натрия-глюкозного транспортера-2. Ну, вначале думали, что это как бы диуретик же, да, ну, за счет диуреза. Стали сравнивать те, которые с объемом перегрузка, и без объема разницы нет. То есть у него основной эффект не диуретический. Какой, не знаем. Но работает. Вот будут еще ученые изучать. Ну и смотрите, они работают вплоть до 65 фракций выброса. Ну, то есть фракция выброса 60, с одышкой, да, пациент там заходит, он работает. А вот это тоже революция, которую ждем. Потому что, помните, да, с дегоксином проблемы оказались. Потому что он вроде сократимость-то повышал, а потребность кислорода-то увеличивал, да, и аритмогенный эффект. И вроде бы вот этот препарат, амикамтиф называется, он вроде бы заставляет за счет миозина сокращаться сердце лучше, но потребности в энергии меньше. Ну, то есть он не расходует энергию АТФ, он не расходует кислород на этом. Понимаете? То есть мы наконец-то вроде бы получаем инотропный препарат. Ну вот, спасибо за внимание.